Александра Лисина. Игрок. Книга десятая. Последняя партия. Пролог. Порой, чтобы узреть истину, не нужно быть гением или провидцем. Достаточно просто подойти к зеркалу и снять с себя карнавальную маску. Совет Пилигрима. Эта ночь словно по заказу была тихой и ясной. Щедро усыпанная звездами небо на редкость спокойным, а плоская крыша спешно восстанавливаемого дворца пустой и тщательно вычищенной, как будто с короны точно знали, что именно сегодня я решу ее посетить. Правда, догадаться об этом несложно. Я и так каждый вечер на пару часов выбиралась на свежий воздух, чтобы полюбоваться на дворцовый сад и хотя бы ненадолго остаться одной. Вернее, не совсем одной, но Лин не в счет. В последнее время он, как и обещал, не отходил от меня ни на шаг, не спускал глаз ни днем, ни ночью, не доверяя даже бдительной дворцовой охране. Однако я не сердилась на подобную настойчивость. Вернее, я почти разучилась сердиться. Как почти разучилась чувствовать вообще, о чем нисколько не жалела. Наше триумфальное возвращение не прошло для с корону Лодаром. Примерно треть левого крыла дворца оказалась серьезно повреждена. Во многих помещениях полностью или частично развалились стены, где-то пострадала лишь штукатурка, где-то покрылся глубокими трещинами пол, а тронный зал стал абсолютно непригоден для проведения совещаний. Потому что своим появлением мы разломали его так капитально, особенно крышу, что и спустя трое суток туда было страшно зайти. Впрочем, мне грех жаловаться. Со мной как раз ничего страшного не случилось. По крайней мере, во время падения. Хотя, когда первый шок прошел и братики поняли, что это действительно я, у нас с ними состоялся трудный и довольно напряженный разговор. Иными словами, меня при первой же возможности выследили, выловили, угрожающе обступили со всех сторон и сурово потребовали ответов. Но что я могла им сказать? И как могла объяснить случившееся, если сама ничего не понимала? Особенно в том, что касалось моего странного поведения на совете и последующих событий, после которых мое мироощущение кардинально изменилось. Правда, когда эмоции схлынули, я проанализировала случившееся и в итоге признала, что по большому счету сама во всем виновата. Ведь это именно я при всех своих талантах и умениях всего за один день совершила столько грубейших ошибок, что это не поддается никакому логическому объяснению. И именно у меня по какой-то причине вдруг появились серьезные проблемы с оценкой ситуации. Нет, обычно я существо разумное, последовательное и в каких-то вещах даже циничное. Не идеальное, конечно, но чтобы так лопухнуться на большом совете, а это был грандиозный провал. Не знаю. Как будто подменили меня или сглазили, а может прокляли? Чем Айт не шутит? Насколько помню, шла ведь туда с серьезным настроем, все досконально продумала, заранее выбрала линию поведения, старательно загнав едва зародившуюся неуверенность поглубже, но едва переступила порог и увидела Энара второго. Черт! Неужели чувства сделали меня настолько уязвимой, и я потеряла контроль из-за одного единственного взгляда? Или правду говорят, что любовь отупляет? Все эти припирания с фантомами, выяснение отношений с мэйром. Ну, скажите, что за блажь вдруг пришла мне в голову? Более важных тем для разговора не нашлось? Или, может, у нас не совет был, а собрание комплексующих подростков? А потом что творила? Чего неловко маялась и глаза отводила? Чего не решалась сказать, пока не прижала? Я что, невинная школьница, чтобы пунцовить от каждого случайно оброненного слова или сникать к велым одуванчикам из-за недостаточно ласкового тона? Признаться, теперь по прошествии пары дней я сама себя не понимала. Что я тогда делала? Зачем? И почему так легко потеряла хватку? Да еще Налина взъелась из-за какого-то в сущности пустяка. У нас война на носу, рядом серьезные люди сидят, а я с какого-то перепугу сопли распустила и пальцы заодно, веером. Прям все у меня по струнке ходят, с короны на вытяжку стоят, а я сижу небрежно на кресле и лениво смахиваю пыль с подлокотников, как будто делать больше нечего. Что это? Откуда взялось? Неужели после Неверона я настолько изменилась? Причем, в какой именно момент у меня слетели тормоза, абсолютно непонятно. Впрочем, все это слова и ненужное оправдание. На самом деле важно лишь то, что я чуть все не испортила, и едва не стала причиной гибели тех, кому пообещала не только жизнь, но и свободу. Ведь если бы в степи со мной что-то случилось, если бы твари смогли до меня добраться, то Лин и Тени, а также мои хранители, равнина, долина, горы и лес, в одночасье лишились бы защиты. Тени, потому что были привязаны к моей Дэйре, Лин, потому что дал серьезную клятву, а хранители и земля всего лишь по причине того, что их неуравновешенной хозяйке в самый неподходящий момент изменила выдержка. Меня не извиняет даже то, что подобное состояние случилось впервые. Не оправдывает едва проснувшаяся эмпатия, из-за которой я несколько месяцев ходила сама не своя. Или долгая разлука, несбывшиеся надежды, желание простого человеческого счастья, в которое я едва не поверила. Будучи Иштой, я не имела права убегать от ответственности. Первая роль на том совете должна была стать моей. Именно мне следовало стоять у карты и отвечать на вопросы Талейра, не прячась за спины братьев. Тогда как я, увы, кажется еще слишком слаба для такой серьезной роли. Зато теперь я начинаю понимать, почему хорошие правители всегда одиноки, и почему любые свои поступки они рассматривают прежде всего с позиции высших интересов и безусловной выгоды для того дела, которому они поклялись служить. Боюсь, у них просто нет другого выбора. Нет права поддаваться эмоциям, иначе это означало бы, что они находятся не на своем месте. Незнание этой простой истины — вот моя главная ошибка. Та самая слабость, на которую Его Величество совершенно правильно мне указал. Что же касается братиков и их вопросов, то нетрудно догадаться, что, услышав громкий вопль Лина и увидев мою кровь в королевских покоях, им стало очень интересно, зачем я поперлась туда посреди ночи, о чем мы с Энаром Вторым так долго беседовали, и почему после этой встречи я исчезла из дворца, никого не поставив в известность. Причем примчались они туда все вместе в изрядно встревоженном состоянии. Правда, поскольку международного скандала не случилось, они оказались гораздо более разумными, чем ваша покорная слуга, и не рубанули с плеча, как я двумя сутками раньше. Как происходила та встреча, и что именно им ответил король, я точно не знаю. Ас не захотел распространяться на эту тему. Однако кое-что мне все-таки удалось выяснить. В частности, то, что Его Величество действительно готовился к моему приходу заранее, благодаря чему претензий у фантомов к нему как ни странно не возникло. Более того, на него не злились и даже не собирались объявлять вендетту, как можно было бы предположить. Вы спросите, почему? А поставьте себя на место Энара Второго и подумайте. Глухая ночь, чужой город, надежно защищенный дворец, в котором вдруг появляются неучтенные, не спросившие аудиенции, насквозь подозрительные личности. В кромешной тьме я крадусь к его окну, как воровка, нацелившаяся на королевскую сокровищницу. На груди амулет некромантов, вокруг меня очень странная Дейри, ставшая после посещения Неверона такую же, как у мертвеца. В темноте ведь лица не видно, а за маской его не видно тем более. Скажите, о чем мог подумать король, когда в его окно без предупреждения влез какой-то непонятный тип? И как должен он был отреагировать? А убедившись в том, что это всего лишь я, как ему следовало понимать мое внезапное появление. Да еще в таком странном виде. Что, кинуться на встречу с распростертыми объятиями? Разом подобрить и расцвести, как белый гладиолус? При том, что совсем недавно он ощущал мою ауру совершенно иной, точно знал про то, что я Ишта, и искренне верил, что в наши ранние встречи я лгала ему во всем. Думал ли он в ту ночь, что его ждет очередное предательство? Возникла ли у него мысль о моей причастности к темному жрецу? Особенно после того, как я столь неадекватно повела себя на совете? Наконец, был ли он настолько зол, что буквально горел желанием отомстить? И не посчитал ли, что в первую встречу с Гайдо я приложила все усилия, чтобы сбить его с толку, и только с корон Оли показала свое истинное лицо. В Рейдане я водила его за нос, а затем стремительно сбежала, прихватив с собой амулет, которым его величество очень дорожило и абсолютно не представлял в тот момент, кому именно отдает. Плюс к этому я бесследно пропала на целых три с половиной месяца. Ни слова в свое оправдание не сказала, ни намека не оставила, просто исчезла. И где, в Невероне, где со мной могло случиться что угодно? Магия смерти, она ведь такая странная. Кому, как ни королю, об этом знать? А теперь вспомните наше неожиданное появление в Скорон Оли, о котором Дамира наверняка узнал одним из первых. Подозрительно вовремя объявившихся владык, их непонятное отношение к фантомам, слухи о Невероне и нашем там пребывании. Затем, внезапное предложение военного союза. Вероятно, его величеству было очень нелегко во всем этом разобраться. И, думаю, у него имелись веские основания подозревать Гая Гайда в изощренном коварстве. Так что направленный в ту ночь на меня меч был вполне объясним, а проявленная агрессия вполне могла стать печальным итогом тех размышлений, которые я только что озвучила. Правда, магия смерти оказалась для меня полной неожиданностью, но это уже сугубо мои проблемы. Мой просчет и моя же ошибка. Несмотря ни на что, Энар второй все-таки меня не прибил. Более того, соизволил терпеливо выслушать. Да, теперь это так называется. И даже пальцем ни разу не тронул. Собственно, он так асу и сказал, когда об этом зашел разговор. Что самое интересное, это была чистая правда. В ту ночь пальцем меня действительно никто не тронул. Магия ведь штука особая, а магия разума вообще трудно поддающаяся описанию вещь. Она настолько своеобразная, что у его величества получилось использовать ее в пределах дворца. Да так ловко, что и по сей день никто из братиков не догадался, что она вообще была. Впрочем, для них оказалось важнее то, что увидев на полу алую кровь, а не синьку. Не спрашивайте о причинах, я о них просто не знаю. Фантомы собственными глазами убедились, что при смерти я не нахожусь. Потом выслушали версию его величества и успокоились. А обнаружив, что я действительно покинула его кабинет на своих ногах, почти угомонились. Правда, обилие моей крови в саду их здорово смущало, поэтому кое-какие сомнения все же оставались, особенно в отношении дальнейших событий, у которых уже не было свидетелей. В частности, то, что Лин, пройдя по моему следу через весь Скорон Ол, у главных ворот вдруг его потерял. Причем так резко и бесповоротно, как если бы я телепортировалась из Скорон Ола в неизвестном направлении. Более того, он не смог даже указать направление, в котором я исчезла, и хотя бы приблизительно определить расстояние. Он просто меня не видел, несмотря на все свои способности. А это было неправильно. Это не укладывалось ни в какие рамки, потому что он всегда меня чувствовал и никак не мог потерять в каких-то нескольких десятках, сотнях километров от дворца. К тому же магией я не владела, моя лошадь, тем более. Следовательно, уйти телепортом мы никак не могли. Следов от воронки, чем, черт не шутит, вдруг нас все-таки похитили, ребята тоже не обнаружили. Король после моего ухода своих покоев не покидал, проверили. Других магов в его свете не было. Подозрительные чужаки на территории дворца тоже не появлялись. Охрана проверила дважды. А караульная на главных воротах ничего подозрительного не видели, в том числе и бешеном чащееся лошади с полумертвым седоком на спине. Спрашивается, что же тогда случилось, если через ворота я город не покидала, но все-таки оказалась за его пределами? Кто бы мог заставить Шейри потерять след? Кто мог бы умукнуть меня из тщательно охраняемого города, а потом с легкостью забросить в кишащую нежитью степь? И зачем он вообще это сделал, если меня было проще пристукнуть на месте, чем тратить силы на переброску? Самое печальное, что я действительно не помню, как уезжала из корон Ола, и тем более не помню никаких телепортов, воронок и тому подобного. Все мои воспоминания — лишь жалкие обрывки, собранные из неровного грохота копыт, испуганного ржания, мелькания земли под ногами и боли от ушибленной при падении спины. «А где я упала? Сколько времени пролежала без сознания? Как покинула город, и когда именно свалилась на ту памятную скалу?» Один айт, наверное, ведает. «Конечно, вы скажете, можно было бы тщательно допросить его великолепное величество, ставшее единственным свидетелем моего поспешного бегства. Но, во-первых, тут вмешалась дурацкая, а для меня благословенная дипломатия. Во-вторых, король сразу сообщил, и, к сожалению, опять не соврал, что понятия не имеет, куда меня понесло. В-третьих, все его объяснения выглядели логичными и последовательными, а следов магии в кабинете не имелось. Наконец, он ничего не отрицал, не замыл мою кровь и без промедления ответил на все вопросы, которые к нему возникли. Спокойно признав, что явилась я к нему в гости исключительно по собственному желанию. Встретил он меня неласково, по причинам, о которых я уже сказала выше, и хоть ссора действительно состоялась, опасений за мою жизнь или рассудок у него не возникло. Более того, он без обиняков высказал свои подозрения в отношении моего амулета. Абсолютно бесстрастно выслушал заявления братиков о том, что они оказались ошибочны. Охотно пообещал им помощь в моей поимке. А в довершении всего представил неопровержимое доказательство своей непричастности — подробную видеозапись с событиями той ночи. Один из тех самых кристаллов, с которыми я уже успела познакомиться в Рейдане, и который, как выяснилось, в ту ночь висел в одном из углов, добросовестно записывая каждый жест, каждый взгляд и даже каждое шевеление губ. Правда, звук магическая камера не передавала, так что содержание беседы осталось для братиков тайной. А сам кристалл располагался где-то под потолком, и так, что лицо короля в кадр практически не попадало. Зато меня там засняли во всей красе. Особенно то, как я незваной гостьей вламываюсь в королевские покои, как их хозяин сначала неласково пытается меня прирезать, но потом неожиданно меняет решение, и мы довольно долго разговариваем, не пытаясь заняться членовредительством. После этого я без всяких видимых причин вдруг падаю на колени, захлебываясь кровью. Но при этом король действительно ни разу ко мне не притрагивается. Более того, на протяжении всей съемки не делает никаких подозрительных движений. Ладони у него не светились, как когда-то возле айдовой расщелины. Цвет дейри совершенно не изменился, и вообще он, как выясняется, даже не смотрел в тот момент в мою сторону. В результате все выглядело так, как будто мне вдруг стало нехорошо, а он просто наклонился, милосердно протягивая руку, которую я, между прочим, не заметила, а потом самостоятельно встала и ушла, очень удачно отвернувшись от камеры. Причем ушла живая, на своих ногах, напоследок как-то двусмысленно отмахнувшись, то ли проклиная его, то ли отказываясь от помощи. Узнав о Кристалле, я на какое-то время почувствовала себя главной героиней шоу «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Но затем поняла, почему мое двудневное отсутствие прошло для братиков относительно безболезненно. Правда, всех вопросов запись тоже не снимала и не объясняла мое внезапное исчезновение из города. Ведь если это сделала Нарв Второй, то почему не добил, когда подвернулась такая возможность? Он же все продумал заранее. Он даже следил-ка и озаботился. Но тогда что же он все-таки сглупил во дворце? Не такой он дурак, чтобы под носом у четырех владык убивать важного для них человека и не позаботиться о железном алиби. Союз необходим Валиону как воздух. Неверон слишком долго отравлял ему жизнь, чтобы из-за банальной неприязни Энар Второй отказался от возможности с ним расправиться. Скорее, он бы воспользовался услугами наемного убийцы чуть позже, когда поутихнут страсти. А тогда, даже будучи вне себя от бешенства, просто велел мне проваливать и не мозолить глаза от греха подальше. Но если король просто удовлетворял свое чувство мести? Что за странная сцена случилась в доме Фаэса? Ну, узнал он, что я жива и здорова и дело к стране. Передал бы братикам, что все в порядке, отряхнул ладони и забыл. Или у его оскорбленного величества все-таки совесть проснулась? На кой ляд он стремился поговорить в Форлеоне со мной лично? Чего именно добивался, желая увидеть мое лицо? Проверить хотел? Вывести меня на чистую воду? Черт, слишком сложно. К тому же мысль о телепорте никак не идет у меня из головы. Если мотивы Энара второго более или менее прояснились, а моя ошибка неумолимо выплыла наружу, то ворота, хоть убей, все равно никуда не укладываются. Знали бы вы, сколько подозрения появилось в глазах у братиков, когда я охотно согласилась со всем, что они мне только что поведали. Какое море сомнений появилось даже на лице безгранично доверявшего своей Иштилока, когда я без колебаний подтвердила версию короля и деликатно уклонилась от вопросов о магии, про которую ни его величество, ни, разумеется, я не сказали ни единого слова. Как долго буравили меня напряженными взглядами Ирэ и Родан, когда им бестрепетно сообщили, что у меня просто кровь пошла носом после недавних нагрузок. И как чутко прислушивался к чему-то умница Дэй, пристально изучающий мой потрепанный вид и особенно внимательно рассматривающий мою тщательно скрытую Дэйри. Вот уж когда я искренне порадовалась, что ее надежно защищает амулет некромантов, и со всей ясностью поняла, как же мне с ним повезло. А потом мысленно похвалила себя за то, что успела вымыться и отстирать изгвозданную одежду. Потому что если бы они только узнали, если бы только заподозрили, что именно со мной произошло... О-о-о! Боюсь, союзу с корон Олой и Валиона немедленно пришел бы конец. Причем такой полный и так сильно смахивающий на одну юркую белую лисичку, обожающую подкрадываться незаметно, что это вылилось бы в настоящий взрыв. Думаете, преувеличиваю? Увы. Я бы и сама хотела преувеличивать. Но представьте, что было бы, если бы я рассказала о последствиях так называемой ссоры. Посчитайте, сколько времени понадобилось бы владыкам, чтобы скинуть пару слов по мысли речи всему с корон Олу. И через сколько мгновений этот город неуправляемых маньяков сообразил бы, что человека, которому они всего трое суток назад поклялись в верности, только что пытались убить. Ну или же не пытались, а просто так получилось, что все-таки едва не убили. Что бы тогда стало с нашими планами на Неверон и с еще не зародившимся союзом? И сколько после этого дворец четырех владык простоял бы нетронутым? Я, к примеру, считаю, что минуты две. Как раз столько, чтобы внутренняя стража, получив от своих владык или глав кланов нужные сведения, выхватила клинки и ринулась в гостевое крыло. А что такое три с половиной тысячи горящих жажды отмщения с коронов, девять десятых которых владеют исключительно боевой магией, против полутора сотен валионцев, из которых толковый маг только один, а остальные больше нужны для антуража. Поэтому я предпочла воспользоваться подаренной королем отмазкой и промолчала. А поскольку теперь уже все равно, чем это закончится лично для меня, но в то же время совсем не все равно, чем обернется для будущего союза... Короче, вы понимаете, почему я не могла поступить иначе? После озвученной мной версии фантомы, усомнившись в моей искренности, принялись искать несостыковки. Причем очень скоро вопросы от них пошли совсем уж откровенные, а кидаемые на меня взгляды стали цепкими и весьма подозрительными. Кровь в саду я объяснила теми же словами, что и Лину при первой встрече. Свой внезапный побег необходимостью проверить некоторые важные догадки, о которых я сообщу немного позже. Долгое отсутствие? Стремлением докопаться до истины, правдоподобность которому придала информация о моем пребывании в Форлеоне. А чтобы закончить этот утомительный разговор и избежать открытого вранья, пришлось напомнить братикам о том, что тревожиться из-за моего неожиданного отъезда не было повода. Потому что в случае катастрофы мою смерть они бы почувствовали сразу. И вообще. Внимательно оглядев внезапно растерявшихся фантомов, я тихо, но очень твердо сказала, что в нынешнем положении не могу быть привязанной к одному месту. Мне в любой миг может потребоваться куда-то умчаться. На равнину ли, в долину ли, в серые ли горы. Если, перестав мне доверять, они каждый раз начнут устраивать допросы с пристрастием, однажды это плохо кончится. Конечно, свинство с моей стороны ставить им в вину оправданное беспокойство. Еще большее свинство обвинять в том, в чем они по большому счету не виноваты. Но как иначе мне уберечь их от последствий собственных ошибок? Как прекратить становящийся все более жестким и опасным допрос? Как, наконец, рискнуть важным для всех нас союзом, когда на кон поставлено так много? И как оправдать то, что я больше не рискну активировать свои знаки, до смерти страшать, что мои старательно подавляемые эмоции вдруг ударят по ним с незаслуженной остротой? Другого пути отделить их от себя я не знала. Но больших жертв, к счастью, не понадобилось. Братья, услышав мою отповедь, послушно отступили и без единого слова вышли. А я не стала бежать следом, лепеча какие-то глупости, попутно обещая, что когда-нибудь все им расскажу. Зачем лгать, если не знаешь, сумеешь ли выполнить свое обещание? И зачем давать ложные надежды, когда у меня самой их ни одной не осталось? После этого меня уже никто не трогал, не терзал и не преследовал в попытках выяснить правду. После этого за мной никто не следил, если нам с Лином вдруг требовалось куда-то уйти. И никто не окружал стальными щитами, оберегая от невидимой опасности. Никто, кроме восьми растерянных девушек, которые вдруг впервые увидели, что бывает, когда необратимо рушится некогда крепкая семья. Но, надо сказать, за эти три дня я, благодаря собственной жестокости, многое успела. Я вытащила на свет Божий и привела в порядок свой одароновый доспех. Озаботилась приобретением запасных масок, хорошо помня о том, что в ближайшем будущем они могут понадобиться. Я усиленно ела, стараясь добрать то, что потеряла за двое суток вынужденной голодовки. Еще больше обрезала волосы, чтобы не мешали. Я со следующего же утра после возвращения в Скорон Олл возобновила занятия у мастера Лаора, и теперь все свободное время проводила в усиленных тренировках, смутно подозревая, что очень скоро возможности восстановить форму у меня уже не будет. Конечно, пришлось нелегко, потому что теперь хороших спарринг-партнеров под боком не было, но мне терпеливо помогали резко притихшие девочки из охраны, которые, к счастью, ни разу не спросили о причинах и уже не удивлялись тому, что я прошу их натаскивать меня всем вместе. За эти несколько дней я почти не показывалась никому на глаза. С военным союзом Скороны прекрасно могли разобраться без моего участия. Мое присутствие на ежедневных советах кланов совершенно не требовалось. И вообще, как оказалось, во мне никто не нуждался. Обсуждать, сколько подвод, продовольствие, запасного оружия, стрел, броней и тому подобного понадобятся на месте будущего военного лагеря, они отлично могли сами. Предполагать количество вероятных солдат, которые там появятся в скором времени, тем более. Где их размести, чем кормить, откуда брать воду, где копать выгребные ямы. Нет, не понимаю я в этом ничего. Ни снабженец по образованию и ни генерал. Моя сила не в этом. Так что этими вопросами пусть занимается тот, кто умеет. В конце концов, если понадоблюсь, братики знают, где меня найти. А еще я почти каждую ночь возвращалась в степь. Одна. Никого не ставя в известность. Вместе с одним только преданным лином, которого просила оставаться снаружи, пока сама призрачной тенью лазала по подземельям. Он грустил, но послушно сторожил логово тварей, в которую я упорно лезла, невзирая на возможные последствия. И каждый вечер набрасывал на себя новое, придуманное и созданное по моей просьбе заклятие невидимости, с помощью которого мы незаметно исчезали из дворца. Так что нас не видели, не слышали и не чувствовали даже бдительные караульные на стенах. И так, что мои обожаемые, горячо любимые, но излишне впечатлительные братики не имели ни единого шанса отыскать наши слабые следы. Зачем я это делала, нетрудно понять. Я упорно добивала свои непокорные эмоции, раз за разом загоняя их все глубже в тень. В грядущей войне с Неверона, слабости мне были не нужны. Поэтому я с такой настойчивостью лезла под землю, бесстрашно бродила по многоуровневому лабиринту, а потом часами сидела среди жутковатых соседей, позволяя им забирать все, что мне мешало, и постепенно наполняясь несвойственным себе спасительным равнодушием, от которого не нужно было ждать предательства. Недавний казус в Форлеоне показал, что пары кахгаров для меня слишком мало. Всего одна встряска и надежный с виду бункер дал длинную трещину. Причем это случилось так быстро, что я не успела даже отреагировать. Только поэтому Фаэсу повезло узнать мою тайну. Только поэтому он выяснил то, о чем я даже фантомам не рассказывала. И по возвращении я решила, что это была, если не ошибка, то еще один серьезный просчет. Теперь же мне было все равно, с кем проводить ночи. Как гар, хартар или взрослая рирза. Какая разница, чья голова покоится у меня на коленях и чьи клыки незаметно выгрызают затаившуюся внутри боль. Главное, что они хорошо делали свое дело. Безжалостно добивали то, что еще оставалось живым, и уничтожали мое прошлое так качественно, что всего за три ночи я почти сумела о нем забыть. Эта ночь тоже не должна была стать исключением. На крышу я забиралась не ради романтики, а сугубо по практическим соображениям. Отсюда было легче взлетать. Крыша располагалась между башнями дворца таким образом, что представляла собой почти идеальную взлетную площадку. Так что я всего лишь выжидала время до полуночи. А Лин, неотлучно следующий за мной повсюду, терпеливо ждал тоже. «Ну что, пора?» — вопросительно посмотрела я, когда местные луны почти добрались друг до друга. Шерри встрепенулся. «Наверное, уже достаточно стемнело». Я поднялась, оглядывая раскинувшийся внизу сад. Нетропливо потянулась, пока демон менял облик и отращивал крылья. Потом привычно забралась на его спину, слегка ежась под заклятием невидимости, и также привычно пригнулась, когда он мощно оттолкнулся от крыши. «Там что-то горит», — почти сразу сообщил Шерри, как только мы взмыли над сонным дворцом. «Где именно?» «Далеко, почти на самом горизонте», — беспокойно ответил Лин. «Ох, Гайда, кажется, это горит Неверон». «Что?» — не поверила я. «Да, Неверон. Это горят его горы». На мгновение, замерев от неожиданно промелькнувшей догадки, я прислушалась к себе и медленно покачала головой. «Нет, Лин, это не горы». «Ты думаешь?» «Это горят верхушки пирамид. Потому что, кажется, жрецы объявили о важном дне. И потому что именно с этой ночи там началось грандиозное жертвоприношение». Лин тихо охнул. «Но это же значит...» Я грустно улыбнулась. «Ты прав, друг мой. Неверон уже откуда-то знает о новом союзе. Призывает из тени новых тварей. С помощью чужих жизней оплачивает их второе рождение, собирает силы. Это значит, что верховный жрец готовит своего демона». И не просто готовит, а делает первый ход. И именно сегодня начинает эту войну. Глава первая В малом гостевом зале было тесно. Правда, не столько из-за его скромных размеров, сколько из-за большого количества народа, вынужденного использовать данное помещение для проведения важной встречи. Кто уж и как сумел втащить туда тяжелые Адароновые троны владык, сложно сказать. Кто вообще додумался их туда втиснуть, просто загадка века. Но факт в том, что кому-то в голову все-таки пришла эта необычная мысль, теперь четыре монументальных сооружения красовались у одной из стен, занимая чуть ли не треть комнаты. Остальное пространство было заполнено диванами, кушетками и узкими неудобными креслами, на которых в тесноте разместились все заинтересованные лица. Большей частью вдоль оставшихся свободными четырех стен комната была пятиугольной, и, конечно же, возле единственного высокого окна, задернутого тяжелой шторой. Причем гости ютились там отнюдь не по собственной прихоти. Весь центр зала занимал, расположившись на единственном столе, воистину по-королевски огромная, подробная и очень хорошо прорисованная карта, на которой, как на ладони, можно было рассмотреть все близлежащие земли, начиная от края пустыни и дальних гор, включая огромную степь, продолжающуюся от истока Кайры вплоть до лесов Эйюре, и заканчивающуюся двумя горными массивами, разделившими как гигантской дланью две немаленькие долины – Форлеон и Неверон. Если хорошо присмотреться, можно сразу понять, что та часть карты, где находился Неверон, была доработана относительно недавно. Краски выглядели совсем свежими, неистертыми и не выцветшими от времени. Да и точность обозначения оставляла желать лучшего. По сравнению с Валионом, раскинувшимся чуть ли не на треть обозначенных территорий, земли некромантов были обрисованы крайне скудно и невнятно. Однако сидящие в зале люди не роптали. Для них и такая информация оказалась настоящим сокровищем. После того, как две сотни лет о Невероне не было вообще никаких сведений, даже имеющиеся в наличии детали выглядели подарком небес. На этот раз, в отличие от недавнего совета, состав присутствующих слегка изменился. Помимо владык Скаронов, глав кланов и его величества Энара II, рядом с которым неясной тенью маячили Таркан Талейра на пару с Ленлордом Талара, в комнате находилось еще двое незнакомцев, из которых один представлял небольшое королевство Хеор, расположенное на самом юго-востоке свободных земель, а второй прибыл из далекого Беона, который также не рискнул остаться в стороне от происходящего. Причем, если первый выглядел очень молодо, тщательно скрывая свой возраст за внешне суровым взглядом и воинственно выдвинутый вперед нижней челюстью, то второй, напротив, был седым, как лунь, худым и высоким, словно постаревший ворон на отдыхе. Однако при этом оба следили за соседями с крайним вниманием и с изредным недоумением косились на совсем уж неуместных гостей, которым тоже каким-то чудом нашлось место среди сильнейших правителей этого мира. Непонятных чужаков было пять, разакованных в глухие черные доспехи с тонкой серебристой окантовкой, в глухих же шлемах с необычным клеймом наливом наушники, с баснословно дорогими одароновыми клинками, которые, конечно же, сразу бросались в глаза и невольно заставляли задуматься, особенно после того, как стало ясно, что фантомы практически не участвовали в обсуждении, не вмешивались в споры, а лишь незримыми тенями стояли в стороне и молчаливо слушали остальных, впитывая новую для себя информацию. «Граница степи слишком велика», — закончил длинный монолог Кассат Чиора, хмуро посмотрев на карту. «Даже если считать, что северную ее часть закрывает Кайра, остается южная и самая проблемная — восточная, перекрыть которую целиком мы при всем желании не сможем». «Основной лагерь все равно придется размещать на востоке». Прикусив пышный ус, отозвался господин Талейра. «Другого варианта нет. Если насчет важного дня все обстоит так, как вы говорите, то, вероятнее всего, нежить двинется именно сюда». «Но это не значит, что никто не попытается пройти через пустыню или серые горы». «Позвольте мне продолжить, господин». Неторопливо поднялся с кресла глава Алого клана, кинув быстрый взгляд на своего владыку. Тот незаметно кивнул. «Кайру, как вы правильно говорите, мы не оставим без прикрытия. Рядом с ней шахты, источники пресной воды, старые кузни. Лишить их защиты совершенно невозможно. Но, я думаю, вектор атаки не сместится в ту сторону, поэтому там будет вполне достаточно присутствия младших кланов». «Твари имеют свойство расползаться во все стороны равномерно», — негромко отозвался владыка Адамант. «Если главные ворота Неверона откроются, оттуда хлынет целая лавина, и людей в ней не будет». У владыки изумруда вырвался невеселый смешок. «Рисковать кормовой базой некроманты не станут. Для боя им вполне хватит нежити». «Я согласен с вами, господин», — коротко наклонил голову Асад Ару. «Однако на данный момент пустыня представляет для Неверона гораздо меньше интерес, чем равнина, поэтому я считаю, что восточное направление окажется под большим ударом, нежели два других». «Это не значит, что мы должны их открывать». «Конечно, нет, но младших будет вполне достаточно». «Мы усилим их старшими». Мгновение подумав, обронил владыка Сапфир и выразительно переглянулся с братьями. Так, чтобы с север не остался совсем без магов. Господин Талейра поджал губы. «При всем уважении, ваше величество, но я бы не советовал вам разделять силы». «Не волнуйтесь, Таркан, это не ослабит основное звено». «И все же я бы предложил иной вариант». «Прошу вас, господин Талейра». Немедленно кивнул владыка Аллах. «Мы внимательно вас слушаем». Правая рука повелителя Валиона, главнокомандующий огромной армии и один из советников короля, усмехнулся в густые усы, после чего, одобрительно хмыкнув на какие-то свои мысли, поднялся и твердо сказал. «Насчет северной границы я с вами соглашусь, оставлять ее без присмотра нельзя. Как нельзя бросать южную сторону и серые горы. Не так давно Айда вращелина доставляла намного хлопот. Но у меня даже сейчас нет уверенности, что она не откроется снова. Или что нежить не сумеет перебраться через хребет и ударить нам в тыл». «По поводу расщелина не тревожьтесь», — негромко отозвался владыка Сапфир. «Эта проблема Валиона больше не коснется. Проход закрыт надежно. А вот насчет самих гор, пожалуй, отрицать не стану. Там еще слишком мало серых котов, чтобы остановить хотя бы десятую часть обитающих в Невероне тварей. Да и Форлеон не успел оправиться от печатей до конца». «Оставить его без защиты неразумно», — кивнул господин Толера. «Вопрос в другом, кем его закрыть. Большую часть рейзеров и хасов мы стянем сюда. Карающие тоже будут там, где станет совсем жарко. Ваши силы удалять от города неправильно. По-моему, у нас образуется слишком много дыр, которые просто некем прикрыть». Неожиданно посол Биона со вздохом поднялся. «Господин Толера, видимо, непрозрачно намекает на мое присутствие. Но я, пожалуй, соглашусь, что это единственный приемлемый вариант. Бион — не самое большое королевство вуалары, и у нас не самая большая армия. К тому же мы прекрасно понимаем, что таким опытом борьбы с тварями, как у вас, совсем не обладаем. Но четыре с половиной тарра воинов мой король готов перебросить к основанию Серых Гор немедленно, при условии, что магистерия поможет нам с порталами». Примечание. Один тар — примерно десять тысяч человек. Примечание автора. Конец примечания. Эннар второй чуть шевельнул бровью. «Это будет нетрудно, Дарнора. Сколько вам нужно магов?» «Я так полагаю, сроки у нас небольшие. Тогда, вероятно, не меньше четырех. Если, конечно, это будут люди, владеющие искусством построения пространственных коридоров. Они прибудут в Бион сегодня же». Сухо кивнул король, ничуть не удивившись. «Передайте его величеству Ионису мою благодарность». Пожилой посол коротко поклонился. «Проблема Неверона касается всех, ваше величество. Бион не может оставаться в стороне в такой ситуации». «Хиор тоже не отказывается от своих обязательств». Прикусив губу, сказал молодой человек в углу, поднявшись с кресла, следом за незаметно усмехнувшимся стариком. «Мой отец собрал почти шесть таров войск для Нового Союза, и он готов предоставить еще три полных тары воинов через четверть дюжины дней». Инар второй поощрительно улыбнулся. «Благодарю, ваше высочество, это было бы очень кстати». После чего разом посуровил, сдвинул светлые брови и, подойдя к карте, негромко сообщил. «Валион полностью принимает на себя обязательства союзника. Не позднее, чем через сутки, мы готовы предоставить в наше общее распоряжение десять таров воинов». На лицах собравшихся впервые промелькнули довольные улыбки. «Еще через сутки подойдут вторые десять таров». Невозмутимо продолжил король, и облегченные улыбки стали заметнее. «А через три дня прибудут еще столько же воинов, плюс почти два тара рейзеров, королевские хасы и воины ордена карающей длани». Алтар Георс поддерживает идею союза целиком и полностью. Поэтому карающие прибудут сюда в полном составе и не позднее третьего дня, начиная с сегодняшнего. Владыки с коронов странно хмыкнули. «Ваше величество предполагает, что орден карающей длани появится здесь весь?» «Да». Насколько нам известно, он состоит примерно из семи таров опытных воинов. «Из двенадцати». Не моргнув глазом, отозвался его величество, и вот тогда в комнате воцарилась изумленная тишина. «Но помимо них сюда прибудет почти вся вольница. Господин Талейра, сколько их примерно?» Главный военачальник Валиона снова усмехнулся. «Восемь таров, сир. Ну, может быть, чуть больше, если соберутся совсем уж все. Вы ведь знаете, приказ прошел всего несколько дней, тому отдаленные эрхи не всегда успевают сориентироваться. Но думаю, что больше, чем на пару дней они не задержатся». «Итого будет пять десятков». Совершенно невозмутимо кивнул его величество и также спокойно сел, не испытывая никакого дискомфорта от многочисленных ошарашенных взглядов. Но тут было чему изумляться и от чего впадать в непродолжительный ступор. Валион обещал предоставить в распоряжение Союза около полумиллиона от минных воинов, ни наемников, ни подобранных на морских островах рубак, ни невесть откуда нанятых головорезов, а своих, только своих, полностью преданных короне, включая истовых фанатиков от церкви и вольницу, которая была свободной только на бумаге, а на самом деле представляла собой дополнительную опору трона и как никто свято блюла верность своему королю. Более того, тот факт, что король уже готов перебросить к Скорон-Олу такое огромное количество людей, говорил лишь об одном. К визиту сюда он готовился заранее и очень тщательно. Своих советников напряг сразу, как только получил известие о появлении владык. Более того, сумел предугадать дальнейшее развитие событий и объявил тотальную мобилизацию. Потому что такую армию в три дня не соберешь. Такое количество людей за раз оружием и припасами не обеспечишь. Даже если у каждого это самое оружие хранилось в погребах, а обожающие ржаветь доспехи регулярно чистились и смазывались в ожидании своего звездного часа. Не говоря уж о том, что постоянно действующей частью этой армии являлись лишь Рейзеры и Хасы, Ордзенцы не в счет, а все остальные были срочно подняты по тревоге две или, например, две с половиной недели назад. Не позже. И все это время в дикой спешке собирались в какой-нибудь неприметной долине, из которой очень удобно построить прямой пространственный коридор до степи. Ведь магистрия тоже торопливо шуршала по сусекам, получив недвусмысленный приказ сверху. А это значило... Наконец владыка Алых улыбнулся под маской. Что ж, это очень хорошие новости, ваше величество. Несколько неожиданные, но весьма своевременные. Со своей стороны могу добавить, что Скорон Ол уже сегодня способен вывезти из города два с половиной десятка таров, полностью оснащенных и готовых к долгой дороге. То есть вооруженных до зубов, закованных по обычаю в безумно дорогой и почти непогрешимый Адарон при конях, при обозе. Действительно полностью готовая армия и к бою, и к длительному маршу. Энар второй, словно не сомневался в этом, удовлетворенно кивнул. «Это только старшие кланы?» — только и спросил он, заставив молодого принца и старого посла замереть на своих местах. «Совершенно верно. Младшие еще вчера сдвинулись на север». «Их, я полагаю, не меньше. Чуть больше», — подчеркнуто спокойно сообщил Алый. И малый зал, за исключением самих Скоронов, словно бы вымер, лихорадочно подсчитывая про себя размеры указанной армии и с холодком понимая, что если владыки не преувеличивают, то против Неверона выступало все население легендарного города. И мужчины, и женщины, и даже подростки, умеющие владеть оружием, едва ли не лучше, чем иные ветераны в других странах. В итоге получалось почти столько же, сколько давал Валион. Лишь немного не хватало до полумиллиона. Вместе с силами Хиора и Биона как раз получался миллион, а это значило только одно. «Хана Неверону», — в полголоса заметил кто-то из стоящих у окна фантомов, заставив нервно дернуться устроившегося поблизости линлорда Талара. Особенно после того, как к союзу присоединятся Хварды и Мире. Наре Талара ошарашенно повернулся, став первым из тех, кто услышал эту невероятную новость. Но фантомы снова умолкли. Явно не собираясь ничего пояснять. «Мире?» — наконец растерянно спросил молодой принц Хиора, тоже услышавший лишнее. «Да, они изъявили желание войти в союз», — спокойно кивнул владыка Адамант. «Мы отправили зов в северные леса, и лесные народы откликнулись. Поэтому в течение нескольких дней мы ждем и от них положительные ответы». «А сколько они готовы?» Адамант вопросительно глянул в сторону одного из фантомов, и тот, ненадолго задумавшись, приглушенно рыкнул. «Если вождь скажет, то явятся все. Около четырех таров, думаю, наберется». Юноша тихо охнул, не сумев сдержать эмоций, а остальные многозначительно переглянулись. «Так много?» «Их вардов не меньше», — буркнул стоящий рядом с Мире второй фантом. И господин Талейра, обернувшись, бросил на него внезапно потяжелевший какой-то напряженный взгляд. «То же, если вождь скажет». «А он скажет», — зачем-то уточнил владыка изумруд, насмешливо сверкнув из-под маски зелеными глазами. Фантомы разом помрачнев дружно вздохнули. «Уже сказал. Теперь они ждут только порталов». «Порталы будут». Безо всякого удивления кивнул Энар второй, едва взглянув на хмурых нелюдей. Но магам понадобятся точные координаты. «Не вопрос. В любое время дня и ночи, скажите только кому». «Господин Талара, займитесь». «Да, сир». Коротко поклонился Ленлорд, искусно скрыв за этим движением собственное удивление. «Но нам надо знать, где их размещать и где планировать место для такого количества людей». «Думаю, лучше всего подойдет Тихое плато», — вмешался в разговор глава Оранжевых. «Оно ровно и тянется почти вдоль всей степи вплоть до Серых гор». «Там мало колодцев», — скупо заметил Аса Царга. «Я смотрел карты, воду из Кайра и с другого конца не протянуть. Копать там бессмысленно, слишком твердая порода. А магией мы сможем подвести подземное русло только на третью часть плато, тогда как люди займут его почти целиком. Следовательно, в остальные участки лагеря воду придется возить вручную». «Почему вы считаете, что не удастся все сделать магией?» — неуловимо нахмурился господин Талейр, отвернувшись от фантомов. «Рядом со степью магия работает плохо, затраты сил в пятеро больше, чем в любом другом месте. В самой степи она не работает вообще. Даже в пустыне проще найти воду, чем там. Видимо, сказывается близость горы Неверона, к тому же земля под степью и за это тварями очень сильно. Все подземные реки ушли далеко вглубь. Кайра не сможет заполнить эти пустоты, даже если мы развернем русло и направим ее под землю. Поэтому нам потребуются еще подводы, и немало». Ленлорд кинул быстрый взгляд на карту, где место будущего лагеря было обведено карандашом и задумчиво кивнул. «Хорошо, я решу этот вопрос. Где и кто разместится?» «В серых горах потребуются опытные стрелки», — сухо сообщил ему господин Ару. «Подступы к скалам прекрасно просматриваются, а наверху можно организовать хорошее убежище для людей. Конница там не нужна, тяжелое оружие тоже разместить негде, поэтому считаю, что предложение Дэрона Ару лучшее из возможного. Полагаю, лучники Биона по-прежнему не потеряли славы отменных стрелков». «Мы постараемся оправдать доверие Союза», — учтиво наклонил голову старый посол, явно довольный похвалой. «Но нам потребуются карты местности и условия расположения наших войск». «Вы получите эти сведения сегодня же, как только наши люди вернутся с гор». Посол Дэр Нора снова кивнул и успокоенно откинулся в кресли. «Север предлагаю закрыть нашими младшими совместно с хвардами», — продолжил глава Алого клана. «Поскольку хварды проворны и легки на подъем, удобнее будет, если они разместятся на левом берегу Кайры. Младшие прикроют их со стороны пустыни, а маги-магистерии обеспечат порталами, если потребуется быстрая переброска войск. Большого наплыва тварей с той стороны не ожидается, поэтому считаю, что такого заслона будет вполне достаточно». «В таком случае», — привстал молодой принц, — «хиору, вероятно, придется усилить левый фланг вблизи от серых гор. У нас небольшая конница и почти нет боевых магов. Зато лучников не меньше, чем под рукой короля Иониса». «Господин Оррокивнул». «Я только что хотел это предложить, ваше высочество, но вы меня опередили и мудро рассудили, что присутствие ваших войск будет гораздо уместнее на юге. Однако при всем том мы планируем оставить там часть младших кланов. Примерно четверть, то есть около пяти таров. Думаю, этого будет достаточно, чтобы усилить весь фланг и удержать его до прихода основных сил в случае прорыва». Молодой принц поблагодарил сдержанным кивком, по достоинству оценив предложение. Находясь за надежной спиной Валиона и практически не сталкиваясь с тварями, Хиор действительно не мог рассчитывать на то, что его малочисленное войско удостоится чести стоять в центре союзных сил. Отрицать это было бессмысленно, как бессмысленно пытаться сравнивать себя со скоронами или элитой Валиона, и нелепо рассчитывать, что в таких условиях пятьдесят тысяч человек устоят на пути у вырвавшейся степень нежити. Такую лавину не сдержать столь малыми силами. От когтей тварей не убережет простая броня. Поэтому не на что обижаться и сетовать на то, что некоторых из присутствующих деликатно отодвинули в сторону. Так сказать, про запас. Ведь помощь с коронов даже такая малая многого стоила. И щедрое предложение Осата четко говорило о том, что Хиорцам и Бионцам отнюдь не отводилась роль смертников. «Главную ставку предлагаю разместить здесь», — все так же уверенно указал господин Аро на северо-восточную часть плато. «Не возражаю», — тут же откликнулся господин Талейро всего на мгновение, опередив своего короля. Главы кланов Энар II и владыки Скарон-Ола дружно кивнули. А потом и господин Талара, мысленно что-то прикинув и взглянув на русло Кайры, одобрительно усмехнулся. Потому что Алый предлагал отличное местечко, закрытое с одной стороны могучей Кайры, а с другой — отрогами дальних гор и краем виднеющегося на карте Эйре, со стороны которого внезапного появления нежити и коварного удара в тыл ждать не приходилось. «Неплохая позиция, но не думаете ли вы, что она находится слишком близко к степи и слишком далеко от Скарон-Ола? Сдвигать ее на север не имеет смысла, приближать к лесам Эаров тем более. К тому же слева ее закроет река, а справа союзные войска, это будет безопасно. А граница со степью вас не смущает?» «Нет», — хмыкнул Алый. «Мы без того каждый день по ней проходим дозором. Пока тварям не удавалось прорваться на нашу сторону». Господин Талейра вдруг тонко улыбнулся. «Не обусловлено ли ваше решение, сударь, иными причинами? Ходят слухи, что маги вашего народа крайне неохотно покидают пределы Скарон-Ола». «Это ложные слухи, господин Таркан», — спокойно отозвался владыка Алых, машинально коснувшись груди, где под рубахой прятался весьма приметный амулет. «Мы способны находиться в любом месте Вуалара и так долго, как это потребуется. Упоминаемые вами трудности легко решаемы». «Прошу прощения, ваше величество». Тут же поклонился седоусый воин, вовремя подметив, как выразительно сверкнули из-под маски покрасневшие зрачки владыки. И как три другие маски с обманчивой неторопливостью тоже повернулись в его сторону. Мой вопрос был задан исключительное соображение безопасности. «Ваш вопрос понятен, Таркан», — подал голос владыка Адамант. «Как вполне понятны ваши беспокойства. Но наша философия не запрещает покидать пределы города, и наша сила от этого не уменьшится, как могло бы кому-то показаться. Религия Скаронов, хоть и связана с войной, не приветствует больших перемен. Однако, когда они наступают, жертвы неизбежны. Даже для нас. Поэтому высказанные вами сомнения не имеют под собой оснований». Господин Талейра чуть дернул щеку и поспешил снова поклониться, пряча опасно блеснувшие глаза. «Еще раз прошу прощения, Ваше Величество, я не хотел никого задеть». «Ни к чему, Таркан», — с легкой насмешкой донеслось из-под маски изумруда. «Ваша ошибка простительна, хотя и широко распространена за пределами Скарон Ола. Думаю, у вас будет возможность убедиться в обратном». «И даже не один раз», — задумчиво согласился Сапфир, перехватив пристальный взгляд короля, брошенный в сторону черного трона. «Ваше Величество, кажется, у вас тоже появился какой-то вопрос». Энар Второй странно поджав губы, медленно покачал головой. «Вопросы есть, но, пожалуй, не для сегодняшнего дня». «Почему же?» — с едва уловимой насмешкой поинтересовался изумруд. «Они настолько далеки от обсуждаемой темы?» У короля чуть сузились глаза. «Нет, я не имею привычки витать в облаках. Просто для этих вопросов пока не настало время». «Как вам будет угодно?» — равнодушно отвернулась Маска. «Но иногда вопросы лучше задавать сразу, дабы не оказаться во власти опасных заблуждений. И лучше задать их напрямую, если, конечно, желаешь получить такой же прямой ответ». «Я запомню ваш совет». По губам короля скользнула хищная усмешка. Но изумруд только пожал плечами и плавно обратил горящий чуть ярче, чем обычно, взгляд на главу своего клана. «Ина, ты узнал, что я просил?» «Да, господин». Тут же поднялся со своего кресла сравнительно молодой с корон. «Твои выводы». «Хорошая блокада, господин, мне через неё не пробиться». «У обоих...» — заметно нахмурился изумруд. «Да, настолько полное, что нет даже оттенков». «То есть повлиять на них ты не смог». «Увы», — отвёл глаза глава клана. «Я не сумел их даже засечь». Владыка изумруд поджал губы и, перехватив вопросительные взгляды братьев, сокрушённо вздохнул. «Облом, красный, ты был прав. А я их недооценил». «Ина, у тебя есть возможность продолжить?» «Нет, господин», — покачал головой глава клана. «Простите, но уже нет. Об этом узнали». «Последствия были». Господин Ина неожиданно замялся, а потом опустил взгляд и смущённо кивнул. «Что-то серьёзное?» — встрепенулись владыки, не замечая озадаченных взглядов гостей и крайне любопытных от фантомов. «Кого-то зацепило?» «Нет», — вздохнул Скарон. «Но на грудник мне придётся перековывать». Кто-то из фантомов неприлично присвистнул. «Не повезло мужику». Сочувствием шепнул один, отчего глава изумруда метнул в ту сторону предупреждающий взгляд. «Доспех хоть перековать можно», — почти беззвучно шепнул второй фантом. «А отрезанные части тела обратно не прирастают». «А я говорил, что это была плохая идея». Мрачно сверкнули из-под третьего шлема нечеловеческие жёлтые глаза. «И говорил, что надо было прийти самим». «Как теперь изворачиваться станете, умники?» У господина Талара, сидящего ближе всех, ошарашенно округлились глаза, а кто-то у него за спиной притворно вздохнул. «Мэр, придётся нам, наверное, пожертвовать тобой». «Почему это мной?» «Потому что у тебя красивые ушки». «А у тебя хвост длинный». «Эр, пни его, пока я не дотянулся». «Не-не подумай, он кусается». «Эр, я тебя убью!» Злобно, хотя и очень тихо прорычало сзади, заставив ленлорда застыть на месте и судорожно стиснуть руками подлокотники. «Ещё одно слово, и я сдаю тебя с потрохами». За спиной господина Талара кто-то подавился заготовленной фразой, пару мгновений глухо урчал, как взбешённый пёс. Но потом всё угомонилось, затихло, а после только сердито сопело, заставляя уважаемого советника короля тревожно раздувать ноздри и украдкой коситься за спину. «Жаль». Не услышав перебранки под стеной, вздохнул владыка изумруд. «Спасибо за помощь, Инна, доспех за мной. Прежний приказ отменяю. Но подумай вот ещё над каким вопросом. Можно ли подойти к Неверону поближе и глянуть, что там на самом деле творится, хотя бы на степь посмотреть, чтобы нам определиться со сроками?» «В дозоры ходят каждый день, господин». Коротко отозвался глава клана, пока там тихо. «Крупных тварей не замечали?» «Нет, только мелочь. Но и та больше по логовам прячется». «Пройти по степи хоть сколько-нибудь можно?» — спросил господин Талейра, задумчиво крутя длинный ус. «Вдоль русла Кайра, да, но недалеко. Вглубь соваться не советую». «Как же тогда до него добраться?» «А вот это и есть наша главная проблема», — спокойно сообщил оса Таро и выжидательно посмотрел на главнокомандующего Валиона. «Или вы думаете, что если бы у нас была такая возможность, Корон Ол ею бы не воспользовался?» Господин Талейра тихо вздохнул и умолк. Но вместо него подал голос Ленлорд Талара. «Но как вы можете быть уверены, что Неверон действительно готовится? Возможно, огни — это регулярное явление». Аса Таро странно усмехнулся. «Для важного дня слишком рано, господин Эр Тар. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я двадцать лет за этим слежу и могу отличить, когда пирамиды светятся неправильно. И еще способен распознать появление над Невероном нового заклятия. Для мага моего уровня это не составляет труда». «Что за заклятие?» — вдруг вынырнул из глубокой задумчивости Эннар Второй. «Не знаю. Могу только предположить, что ничего хорошего нам это не принесет. Я полагаю, имеет смысл взглянуть на него поближе. Ни один маг по степени пройдет, ваше величество. Большинство заклятий там не работают. Под землей тоже не пролезешь, под ней все изрыто тварями. А по воздуху? Боюсь, ни у кого из нас нет крыльев. Тогда как портал вы туда не протянете, сгорите еще на подходе. Это особенность степи, которую за двести лет даже мы не смогли преодолеть. Поэтому нет. Посмотреть на него вы не сможете. «Я смогу». Вдруг донеслось от дверей тихо, и фантомы, вздрогнув, обернулись. «Я смогу туда добраться и выяснить все, что нужно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова